Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Это был обычный рабочий день в нашей компании. Я сидел и готовил документы, чтобы потом сдать их начальнику. Я был очень сосредоточен, но тут ко мне подошла моя коллега по работе. Она несколько дней назад заказала в интернете какую-то китайскую штуку. Это типа какое-то революционное устройство, которое очень популярное в социальных сетях. Эта штука является аналогом компьютерной мыши, только гораздо удобнее. Она попросила меня взглянуть на это устройство, ведь у нее не получалось с ним разобраться. Весь вечер она с ним пробовала работать, но ничего не получалось сделать. Она рассказала, что когда она получила посылку, она аккуратно ее распаковала. Достав из коробки это чудо-устройство, она решила установить его на свой компьютер. Но поиграв с ним долгое время, коллега поняла, что у нее ничего не получилось. Тогда она решила прочитать инструкцию, чтобы разобраться, как же правильно установить это устройство. Но инструкция была написана на китайском языке, поэтому она ничего не поняла. Она решила, что пусть ей поможет кто-то, кто немного больше разбирается в технике. Поэтому коллега принесла эту штуковину на работу, чтобы кто-то все же помог ее установить. Я, когда увидел это устройство, сразу же подумал, что это какая-то ерунда непонятная, которая быстро сломается. Но эта штука выглядела довольно интересно. Потому большинство наших коллег заинтересовались этим устройством. Но так и никто не мог разобраться, как оно устанавливается. Пробовали по-разному. Почти каждый решил попробовать установить эту мышку на компьютере, но ни у кого не получалось. Я решил не лезть к этому, ведь понимал, что я ничего с этим не сделаю. Устройство новое, поэтому я и близко не понимал, как с ним работать. В конце концов, я предложил взять в руки инструкцию и перевести ее. Я решил просканировать текст, а затем с помощью переводчика перевести то, что там написано. Переведя инструкцию, я решил во время обеденного перерыва зачитать ее вслух. Поздравьте токаря с праздником подсвечника. Уберите три телевизора и отвезите их трем мышам, чтобы мужчины носили карандаши или, несмотря на юридический опыт данного медведя, механику этого устройства можно объяснить мотором в сапоге человека. После этого в офисе все промолчали. Они просто не могли понять, что я только что прочитал. Это был просто набор слов, которые ничем не были связаны. Тогда через пару минут молчания женщина, которая приобрела это чудо-устройство, жалобно сказала мне, «Витя, а ты можешь что-то с этим сделать?» И здесь удивился я. Я сам ничего не понимал, что там написано, ведь это полный бред. И мне было немного жаль коллегу, ведь ей даже эта непонятная инструкция не поможет установить это китайское устройство у себя на компьютере, если оно вообще рабочее. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!